Во время здорового сна иммунная система находится на пике своей активности. Мозг сортирует полученную за день информацию, позвоночник расслабляется, а кожа разглаживается. А теперь представьте, что может случиться с организмом человека, страдающего бессонницей недели, месяцы или годы. Сегодня мы выясним, к какому врачу нужно обращаться при первых признаках расстройства сна. Узнаем, что включает в себя современная терапия бессонницы и выберем самый качественный и безопасный подход к лечению этого заболевания. Вы смотрите программу «Медицинский квест». Наша героиня – Мария Джопо. Её проблема многим знакома до боли. Уже на протяжении 8 лет девушка не может нормально выспаться. Её мучает хроническая бессонница. Но я не чувствую себя утром отдохнувшим. Я такая могу встать даже разбитая. Помочь Марии вызвались три врача. У каждого свой метод лечения бессонницы. Нарушение сна, от которого страдает 15% населения всего земного шара. И то, что вы описываете, очень похоже на то, что вы не добираете фаз глубокого сна и быстрого сна, а застреваете на фазах только первичного засыпания. Добрый день, меня зовут Наэль Гореев. Я психолог, транзактный аналитик и генеральный директор сети флоут-центров Эмбрио. 10 лет назад мы привезли в Россию такое явление, как флоутинг. Это процедура, которая позволяет жителям мегаполиса эффективно избавиться от перенапряжения, стресса и, в частности, решить проблемы со сном. Далее с пациенткой беседует сомнолог Роман Бузынов. Его интересует режим дня Марии в будни, и особенно в выходные. Ну, могу в час-два лечь. А во сколько встать можете? Если есть возможность, буду спать вообще до потери пульса. Проблизительно это сколько? Потеря пульса, когда наступает. Смотрите, в выходные я так же рано просыпаюсь, но я могу встать, выпить чашку кофе, лечь спать обратно. С удовольствием. Прямо меня как будто обухом по голове. И до 12 прям какой-то могу. А в рабочие дни, получается, в 8 встаю. Да. Здравствуйте. Меня зовут Бузунов Роман Вячеславович. Я президент Российского общества сомнологов, заслуженный врач Российской Федерации, профессор доктора медицинских наук. Я считаю, что нашей героине наиболее подходит метод когнитивной поведенческой терапии хронической бессонницы. И я думаю, мы его сегодня обсудим и решим, как лучше поступить в плане того, чтобы наладить сон у нашей пациентки. Беседу с нашей героиней продолжает психолог Татьяна Котович. Она уверена, причина бессонницы – нервное и физическое перенапряжение. Пациентке нужно расслабиться. Но как? Ваша задача сейчас будет постепенно обращать внимание на то, что происходит с вашим телом, да, и подышать. Я вам покажу одну технику, она называется «песочные часы». И пока вы сыпите песок, обратите внимание, да, какие части тела у вас сейчас напряжены. Понятно, что вы сейчас сидите, да. Вот когда вы обращаете внимание на напряжение, да, оно может постепенно уйти. Вы как будто его выдыхаете. Вместе с песком. Добрый день. Меня зовут Котович Татьяна Тимофеевна. Я клинический психолог и семейный психотерапевт. Я считаю, что нашему пациенту Марии сегодня подойдёт такая практика, как телесно-ориентированная терапия и дыхательная гимнастика. Итак, три участника квеста готовы избавить нашу героиню от бессонницы. Кого из них Мария выберет в качестве своего лечащего врача? Узнаем в конце программы. Уважаемые эксперты, до начала съёмок каждый из вас познакомился с нашей героиней Марии. Сейчас она находится в соседней студии, оттуда будет видеть, слышать и сможет комментировать всё, что мы здесь будем обсуждать. Ну а мы поделим нашу беседу на три части. В первой каждый из вас сможет подробно рассказать о той методике, которую вы предлагаете. Во второй части я попрошу вас задать дополнительные вопросы своим коллегам. Ну а в третьей части к нашей беседе присоединится иностранный специалист. Ну что ж, все готовы пройти этот квест. Мы начинаем. Роман Вячеславович, не каждую форму нарушения сна можно назвать бессонницей. Давайте разбираться, что с нашей Машей. Квест начинает сомнолог Роман Бузунов. Похоже, после общения с нашей героиней он сделал неутешительные выводы. Ну, Мария у нас не героиня, а практически пациентка. Потому что на основании беседы я понял, что у неё достаточно серьёзные многолетние проблемы со сном. Фактически это хроническая бессонница с проблемами с засыпанием, поддержанием сна, несвежающим сном и соответствующими дневными симптомами усталости, разбитости и порой сонливости. Ну, не совсем разбитости, но сонливость есть, да. По каким жалобам вы поставили этот диагноз? Кроме сонливости дневной и разбитости? А, собственно, диагноз бессонницы у нас ставится, ну, если мы возьмём международную классификацию болезни сна третьего пересмотра, потому что у нас есть проблемы с засыпанием, да, у неё есть. У неё есть проблемы с дневным функционированием после того, как она плохо поспала, да, у неё были проблемы. У неё возникают эти нарушения вне зависимости от того, есть ли возможность поспать или нет. То есть у неё хорошая спальня, у неё всё тихо, темно и так далее, и она всё равно не может спать. И эта ситуация длится более трёх месяцев. То есть все критерии, которые необходимы для постановки хронической бессонницы диагноза, у неё есть. Вы говорите о том, что за шесть недель можете восстановить сон любого человека. Если Мария обратится за помощью к вам, за какой промежуток времени она сможет решить свою проблему? Я говорю, что именно такие пациенты, как Мария, у которых хроническая бессонница, обусловленная так называемым дезадаптивным поведением, то есть она начала предпринимать ряд усилий, пытаясь побороться бессонницей, которые ещё далее усугубили ситуацию. Прежде всего, если человек не заснул, что он пытается делать? Он пытается заснуть. Как только человек начинает пытаться, а у него начинает не получаться, у него вырабатывается стабильный, негативный, так называемый условный рефлекс боязни не заснуть. Да, это есть. Особенно если понимаешь, что утром надо встать пораньше. И человек может мучительно хотеть спать, но как только ложится в свою любимую постель, не засыпает. Я думаю, это всем знакомо, на самом деле, состояние. Давайте тогда подробнее к методу, о котором вы сегодня говорите. Роман Бузунов готов вернуть пациентке здоровый полноценный сон не более чем за 6 недель. Но что нужно сделать, чтобы крепко спать? Метод как раз позволяет что сделать? Научить человека, что вот эти, те методы, которые он применял, они неправильные. Прежде всего, как ни странно, что сюда входит? Лечение бессонницы ограничением сна. Потому что Мария лежит в постели больше, чем ей надо в попытках заснуть и отоспаться. И мы, а, ограничиваем время сна, тем самым мы вызываем истинный дефицит сна, и человек засыпает легче. И стоит несколько раз заснуть, не боясь, человек начинает лучше засыпать и лучше, соответственно, высыпаться. Следующее, такой, так называемый, метод контроля стимула. Если человек лег и в течение 15 минут не заснул, он должен встать с постели, уйти из своей кровати и заняться каким-то нудным делом, пока не захочет спать опять. Да, так я тоже делаю. Он захотел спать, лег. Если он заснул, да, прекрасно подкрепляется эффект, что постель равно сон. А у Марии сейчас постель – это бессонница. И мы должны перебороть этот негативный эффект и сделать так, чтобы постель у Марии ассоциировалась со сном. Плюс дальше еще добавляется гигиена сна, гигиена жизни, потому что ограничение кофеина необходимо, ограничение работы с гаджетами, которые подавляют продукцию мелатонина. Если мы смотрим в экран, да, то мозг воспринимает это как солнечный свет. И если мы научим человека просто хорошо прожить день, то, соответственно, человек и хорошо проспит ночь. Я обучаю человека правильным привычкам для сна. И в течение шести недель в подавляющем большинстве случаев я могу с этой ситуацией справиться. Все понятно, красиво, логично. Один только вопрос. Гормонозаместительные препараты, я имею в виду гормон мелатонин, вы назначите Марии? У нее действительно есть проблема с так называемым социальным джетлагом, то есть она еще и отсыпается в выходные дни. Порой эта разница бывает 4 часа, а это перелет практически Москва-Красноярск и обратно. А она практически еженедельно отсыпаясь, да, 4 часа смещает в одну сторону, потом в воскресенье, понедельник пытается вернуться обратно. Первое, мы нормализуем ей режим, но для того, чтобы еще быстрее настроить свои часы, внутренние, биологические, да, мы дадим мелатонин, который быстрее позволит настроить эти часы и лучше спать. Большое спасибо, Роман Вячеславович. Татьяна, к вам теперь вопросы. Скажите, как вы считаете, связана ли такая бессонница с психологическим состоянием пациентки? Связана. Квасть продолжает психолог Татьяна Котович. Как она объяснит причины бессонницы у нашей героини? Когда мы разговаривали с Марией, она говорила о том, что последние полтора месяца испытывает грусть, и в течение дня, видимо, ее эмоции накапливаются, одолевают ее. И, естественно, к вечеру она к кровати приходит уже с багажом накопленных эмоций, с которыми, видимо, не может справиться. И, думая о том, что она вроде бы как спокойна, да, но как бы телесно ее тело выражает, видимо, эту грусть и это напряжение, которое накопилось в течение дня. Ходячая грусть, в общем. Вот если вы знаете сказку про принцессу на горошине, это вот как раз про то напряжение телесное, с которым человек пришел в новый дом, да, ее выгнали из ее родного дома, она там долго шла по дороге. Ну, не нашу Машу, а принцессу. Да, принцессу. Я имею в виду, что человек в течение дня накопил много-много эмоционального стресса, да, вот этого тела накопило. И даже когда она легла на вот эту вот перину мягкую, казалось бы, нуляк, засни, да, тело было для нее настолько, ощущение было каменное, да, что вот это на самом деле было, была не горошина, да, ощущение этой камни, которые она ощущала, это было ее тело. Вот, поэтому одна из таких неплохих методик, которыми я пользуюсь со своими пациентами, это телесная терапия и дыхательные практики. Потому что с помощью дыхания, с помощью ощущения, что происходит в теле, можно понять и осознать, ну, где, в каком месте у тебя зажалась та или иная мышца, да, та или иная мышца, это определенное эмоциональное состояние. Вот, если честно, на вот это, на все про то, что говорит доктор, у меня очень редко хватает терпения. Но в действительности это рабочая история, и этим, конечно, нужно заниматься. И уже выходя на вот эти зажимы, можно работать с эмоциональными состояниями в психотерапии. Давайте сначала о дыхательных практиках. Они используются в момент засыпания, или же вы рекомендуете практиковать их в течение всего дня? В течение дня можно использовать, да, особенно если чувствуешь, ну, напряжение эмоционально, да, чтобы понемножечку как бы его сбросить. Но если, ну, сложный бывает день, да, не всегда это можно сделать. Если пришла домой с работы, да, и вот так вот села, почувствовала, что вот, ну, где-то есть напряжение, можно продыхать. А можете показать? Дыхать на практике. Что-то простое, очень быстро. Простая, очень простая, да, и она связана с напряжением мышц, да, то есть можно напрячь мышцы рук, сделать вдох, а на выдохе их медленно-медленно-медленно-медленно расслабить. Ну, и с остальными мышцами, вероятно, то же самое, да? Да, 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 и можно сделать, опять-таки, вдох просто, да, и почувствовать, в каком месте у тебя напряжены мышцы. Вот я сейчас стою, да, у меня там напряжены ноги. Я могу эти ноги, да, ощущение, что у меня там напряжение, снять с помощью дыхания, сделать вдох и с помощью выдоха представить себе, что это напряжение уходит. Помимо дыхательных практик, необходима ли Мария консультация психолога, семейного психолога или же только телесно-ориентированная терапия и дыхание? Я бы, наверное, порекомендовала ей психотерапию именно потому, что испытывает Мария чувства, да, с которыми ей сложно справиться. Она их как бы в теле своём сохраняет, вот. И через, ну, дыхательные практики мы можем расслабить тело, но как быть с тем эмоциональным состоянием, которое у неё происходит, да, как решить внутренний конфликт, который вызывает грусть? У меня всё хорошо с эмоциональным состоянием, есть, может быть, небольшой стресс. А может быть, помогут успокоительные препараты? Как вы считаете? Ну, если уровень тревоги очень высок, да, то мои коллеги-психиатры обычно назначают препараты, которые немножко снижают уровень тревоги. Но всё равно я предлагаю на этом фоне использовать психотерапевтические практики. Большое спасибо, Наиль. Несмотря на вашу основную специализацию психотерапия, сегодня вы, Мария, предлагаете другие телесные практики. Они пересекаются как-то с тем, что предлагает Татьяна, или же это что-то другое? Третий участник квеста – Наиль Гореев. Он предлагает Марии новую модную процедуру для лечения бессонницы. Как это работает? Я бы сказал, что это совершенно другая история. И то, что мы сегодня будем обсуждать, то, о чём я буду говорить, а именно флоутинг, он связан не только и не столько с телесными аспектами работы, с расстройствами сна, сколько в том числе и с психологическими. Дело в том, что, как я понял из разговора с Марией, у неё есть большие проблемы с образом жизни, а именно с перегруженностью, в которой она постоянно находится. Это высокая динамичность событий. Это большое количество проблем и задач, которые ей приходится решать. И этот темп её настолько в течение дня разгоняет, что ей очень сложно какими-либо регуляторными методами справиться с этим и перейти в состояние сна. И флоутинг или камера сенсорной депривации, как ещё по-научному это называется, позволяет ей как раз перейти в среду, где стимулами она будет очень сильно обеднена. Интересно звучит. Обеднена стимулами? Её мозгу не нужно будет обрабатывать информацию, которая приходит извне. Она сможет настолько замедлиться и расслабиться, что сможет естественным способом, ничего специально для этого не делая, перейти ко сну и восстановиться. Скажите, пожалуйста, а как это происходит? Вы заставляете мозг отключаться? В камере сенсорной депривации или в оффлоут-камере воссоздаётся среда, она очень похожа на эмбриональную, в которой очень комфортно, спокойно, и при этом стимуляция извне сведена к минимуму. Человек находится в такой очень спокойной среде, в которой находится в состоянии, похожем на невесомость. Очень интересно посмотреть, как это выглядит. Вот так выглядит камера сенсорной депривации или флоут-ванна. Человек внутри находится в специальном растворе ипсенской соли, это полезная для кожи, соль, богатая магнием. Она подогрета до температуры поверхности кожи. И таким образом человек лежит, как в персональном мёртвом море, в этой ванне. Туда не проникают никакие беспокоящие стимулы из окружающего мира. И за один час человек может очень глубоко расслабиться и восстановиться от вот этой постоянной стрессогенности урбанистической среды, в которой мы живём. Чем мне очень нравится этот метод, он очень экологичен. Человек и без того сильно перегружен разными стимулами. И мы ничего не делаем с ним для того, чтобы его избавить от перенапряжения. Наоборот, мы создаём наиболее экологичную и дружелюбную среду, в которой он может восстановить гомеостаз естественным способом. Слушайте, спасибо большое. А это не страшно? Вот скажите, я просто представила, что я ложусь вот в эту капсулу, и меня сверху закрывают. Вот так честно говоря, это мой самый большой страх в жизни. Я боюсь. Вы знаете, наши пациенты говорят о том, что этот опыт крайне приятен. Важным аспектом является то, что вас не закрывают в камере. Вы полностью управляете процессом. Вы можете использовать эту релаксационную среду в том объёме, в котором вам это комфортно. Вы можете плавать со светом, постепенно снижая его интенсивность. Общаться с ресепшн. Вы можете плавать со звуком. Таким образом, сохраняя контроль и ощущая возможности среды для расслабления, вы перемещаете себя в очень глубокий релаксационный опыт. И в контексте работы с Марией важно, что научные исследования показали эффективность сенсорной депривации и флоутинга в работе с расстройствами сна. Но я бы об этом рассказал немножко позже подробнее. А давайте сейчас об этом расскажем, потому что интересно, как флоутинг работает с таким симптомом, болезнью, да, Роман Вячеславович, если позволите, как бессонница. С помощью флоутинга мы видим, что даже на биохимическом уровне по количеству гормонов стресса, это кортизол, адреналин, норадреналин падает в крови. При этом мозговая активность тоже демонстрирует определенную динамику. От активных бета-волн во флоут-камере человек достаточно быстро переходит к тета-волнам. Это низкочастотные волны от 8-4 Гц, которые уже составляют определенную фазу сна. В какое время дня вы рекомендуете проходить эту процедуру? Мы рекомендуем это делать непосредственно перед переходом в ночной сон, в глубокий сон. Флоутинг не может полностью заменить сон, но он может предподготовить человека таким образом, что человеку будет легко расслабиться и уснуть дома. Большое спасибо. Мощнейшая антистрессовая терапия для трудоголиков. Именно так называют флоутинг-специалисты. Выберет ли этот метод лечения наша пациентка Мария или же остановится на других методиках, узнаем после второго раунда программы. К какому специалисту обратиться человеку с расстройством сна? Сомнологу, психиатру или психотерапевту? Наша пациентка Мария жалуется на хроническую бессонницу, которая беспокоит ее более 8 лет. Прямо сейчас мы продолжим разбираться в предложенных методиках. Роман Вячеславович, и снова с вас начну. Скажите, пожалуйста, а какие-то лабораторные исследования, анализы вы назначаете своим пациентам? Если да, то какие? Вообще интересный вопрос. У нас в институте, в университете медицинском до сих пор не преподают сомнологию. У нас врач входит в университет, выходит из университета практически с нулевыми знаниями. И когда у нас приходит в среднестатистическому врачу пациент и говорит, у меня бессонница, врач сразу назначает таблетки. Правильно? А если бы представьте себе, к такому врачу пришел пациент с жалобами, что у него 3 месяца, допустим, высокая лихорадка, температура высокая, врач бы назначил анализы, рентген и так далее, и так далее, да? Так вот, бессонница, это тоже может быть симптом различных заболеваний. Каких, например? Например, храп и болезнь остановок дыхания во сне. Еще. Следующее, синдром беспокойных ног, когда у человека дергаются ножки и будит человека. Недостаток железа, кстати, тоже дает и просто бессонница, и синдром беспокойных ног. Соответственно, анализ на ферритин и на скрытое железо вы назначаете своим пациентам? Абсолютно точно, да. То есть мы назначаем гормоны щитовидной железы, повышение функции щитовидной железы, гипертиреоз может тоже давать тяжелую бессонницу. Вот, мне нравится этот подход. То есть мы проводим определенные обследования, да, то есть анализы назначаем. И более того, у нас есть специальный метод исследования сна, так называемая полисомнография. Когда мы на человека одеваем порядка 18 датчиков, и мы смотрим структуру сна, стадии сна, циклы сна, дыхание, насыщение крови кислородом, работу сердца, двигательную активность. Еще на видео все это может регистрироваться. Да, и заставляете человека со всем этим спать, я знаю. И говорите, попробуйте, пожалуйста, уснуть. И я вам скажу, человек такое существо, адаптирующееся, что прекрасно может поспать с этими аппаратами. И мы можем действительно выявить какую-то органическую проблему и ее решить. Но если мы все это отвергли, и это связано исключительно с тем, что человек просто на фоне стресса у него развилась бессонница, а дальше она хронизировалась, потому что человек предпринимал какие-то неправильные действия по ее коррекции и закрепившиеся условно-отрицательные рефлексы, то вот это мы должны уже заниматься психологическими проблемами человека и, может быть, поведенческими проблемами. И если мы их решим, то мы существенно улучшим сон и можем его наладить, в принципе, без таблеток. Ну или с какой-то минимальной фармакологической поддержкой. Большое спасибо. Кому из коллег у вас есть вопросы? Я хотел некое преимущество свое назвать, да? Все-таки вы описывали отдельные методы. Фактически они входят в когнитивную поведенческую терапию. Те же релаксационные методы, дыхательные техники, релаксационные техники. Прекрасно. Единственное, что я, может быть, замечу, что здесь мы говорим человеку, ты ничего не делай, за тебя все сделает аппарат. Я бы вот здесь немножко ответил, что я обратил внимание, что когда вы описывали проблему Марии со сном, вы обратили особое внимание на то, что, пытаясь заснуть, человек еще больше усугубляет для себя проблему сна. Да. И в этом плане я считаю, что флоутинг позволяет, и то, о чем я как раз говорил, он позволяет не совершить такую ошибку. То есть не стараться что-то специально делать во флоуткамере для того, чтобы преподготовить себя ко сну, а полностью позволить среде оказать этот эффект. Но я совершенно согласен, что есть определенный диапазон методик и специальных действий, которые можно внутри камеры также производить. Все-таки это интересно про флоутинг, мне нравится. Я бы попробовала, точно попробую. Наиле, могу я предположить, что вечерняя ванна с большим количеством соли может помочь Марии заснуть? Она, безусловно, поможет Марии заснуть, но она не поможет ей заснуть настолько, насколько это удастся сделать во флоут в ванне. Потому что само явление сенсорной депривации, именно обедненную стимулами среды, это то, что оказывает существенный эффект и отражается и в динамике мозговых волн, и в биохимической динамике, то, о чем я уже говорил. В ванне такого эффекта не произойдет. Отлично. Я так поняла, что вы предполагаете, что у Марии психологическая проблема. Наил Гореев уверен, чтобы потерять сон, не обязательно страдать депрессией. Достаточно жить в большом городе. Я бы так не сказал. Я бы сказал, что как у жителя современного мегаполиса любого, у Марии есть проблемы среды, в которой она живет. А эта среда сама по себе, она стрессогенна, она сбивает циркадные ритмы, которые не позволяют выстраивать периоды сна и бодрствования стабильно, от дня в день одинаково. Сейчас 74% россиян живут в урбанистической среде. Наверное, если бы я жила в тихом месте на берегу моря, возможно, не было бы такой проблемы. И что с этим делать, непонятно. Мы как раз считаем, что флоутинг является тем методом, который экологично и эффективно может помочь нам не страдать от этой среды, а использовать ее ресурс для того, чтобы достигать в жизни успеха и реализовывать. Хорошо. Тогда вы можете о курсе терапии рассказать в двух словах, сколько сеансов, как часто и когда Маша сможет качественно и нормально спать? Из мировой практики мы знаем, что три сеанса с периодичностью в неделю – это то, что способно произвести заметный и ощутимый эффект. Далее мы рекомендуем людям в зависимости от образа жизни и перегруженности прибегать к методу. Честно говоря, моя основная задача, то, что мне очень бы хотелось, это чтобы флоутинг стал частью городской культуры, чтобы мы не пользовались им, когда стало плохо, и мы не можем расслабиться и заснуть, а чтобы мы превентивно могли, не допуская таких деструктивных состояний, поддерживать себя, используя его регулярно, скажем, раз в неделю, раз в две недели. Зависит от того, насколько интенсивно происходит у человека жизнь. Большое спасибо. Кому из коллег у вас есть вопрос? У меня, наверное, к Роману Вячеславовичу вопрос. Вот насколько я понял, тот обширный метод, который предлагается, именно когнитивно-бихерарная терапия, он требует от человека определенной способности обучения, то есть обучиться тому, что предлагается в качестве решения. И я бы хотел спросить, насколько те навыки, которые человеку удается освоить, сохраняются с течением времени? Ну, по моей практике, где-то из 100% пациентам, которым показан этот метод, 20% говорят, а мы вообще ничего не хотим делать. Вот дайте мне таблетку, и все, я больше делать ничего не буду. Ну, так я уже не хочу. Вот анализы я буду сдавать, это точно. Может быть, есть вот именно такая физиологическая проблема? Ну, к сожалению, не всем поможешь, да? Говорят, сила есть, воля есть, а силы воли нет. Из тех оставшихся, еще где-то 20% начинают, но бросают. Ну, аналогичная ситуация, попробовал, чуть сложности какие-то случились, не хочу, не буду, да? И 60% пациентов, это кому мы достаточно эффективно помогаем, которые внедряют в свою жизнь новые, скажем так, какие-то позитивные вещи, в плане графика сна, физической активности. Кстати, про физическую активность, это чрезвычайно важно, и, может быть, не упустили и в плане профилактики. Некий исторический экскурс. Если оставаться все-таки на позициях дарвинизма, то некоторое время назад у нас не было абстрактного мышления. У нас была первая сигнальная система, которая реагировала на внешний стимул. Побежал мамонт, выделились стрессовые гормоны, но за этим всегда следовала мышечная работа, догоняй, убегай, борись. И мышечная работа разрушала стрессовые гормоны. А сейчас начальник сказал, что вы идиот, а вы вместо того, чтобы его убить и съесть, мило улыбаетесь. А гормоны выделились, а мышечная работа не последовала. Это не стартовая реакция, это стрессовая реакция. И регулярная аэробная нагрузка, по данным Всемирной организации здравоохранения, 600 минут в неделю или полтора часа в день, это лучшее противострессовое, противотревожное, а иногда и снотворное средство, сравнимое по своему действию со всеми нашими методиками, современными транквилизаторами, антидепрессантами и снотворными препаратами. Вот это здорово, это мне нравится. Это правда. Роман Вячеславович, вы позволите, я подключу к нашему разговору Татьяну. Насколько мне известно, когда мы только познакомили вас с Марией, вы предложили ей перед сном по 45 минут гулять. Да. Почему? Да. Та же самая мышечная нагрузка. Это мышечная нагрузка, мышечная, да, при этом я бы рекомендовала ей не просто гулять, да, там медленно ходя, а довольно интенсивную нагрузку давать своему телу, при этом еще возвращаясь домой и поднимаясь по лестнице в дом, не подниматься на лифте, да, а подниматься по лестнице и при этом громко топать. Отлично, привет соседям. Ну, если мы возвращаемся не очень поздно, а прогулку лучше совершать не перед самим сном. Ну, не совсем не перед сном. А для чего топать громко? Громко топать, это как раз снимается мышечное вот это напряжение, о котором говорил Роман. Да, то есть мы фактически двигаясь и давая усилия своему телу, мы фактически забиваем того мамонта, который не получился у нас в нем. Я думаю, что здесь еще есть наверняка аспект монотонии, который тоже позволяет найти в состояние большей замедленности и успокоения. Татьяна, у меня осталась только маленькая неточность в моей голове относительно той ситуации, о которой мы говорим сегодня. Вы сказали, что стресс Мария испытывает на протяжении последних... Восьми лет. Восьми лет. Восьми лет. Мне показалось, что речь шла о месяцах. Ну, полтора месяца назад она сказала, что стала испытывать сложности с засыпанием опять, да, но говорит о том, что на протяжении восьми лет эти состояния периодически у нее возникают. То есть и так как они периодически возникают, значит, это с чем-то связано. И я, насколько понимаю, сейчас настоящий момент связано с тем, что ее ситуация социальная, в которой она живет, да, либо она усложнилась, когда, вот, говорит Наиль, что и стресс подключился, да, большое количество информации и так далее. И плюс еще эмоциональное состояние, потому что я, насколько понимаю, Мария по своей такой вот структуре, да, психологической она, человек, который набирает в себя много эмоций, но их сложно выражать вовне, их сложно вовремя канализировать. И, ну, куда-то девать. Вот. И поэтому я и предлагаю делать это именно через тело, потому что если все время эмоциональное состояние у тебя живет в голове, да, и оно там вот находится, и как это, как рой улей, да, гудит все время в твоей голове, то с этим справиться не так легко, да, то есть когда ты сталкиваешься с каким-то чувством, которое ты не можешь отпустить. А через тело это можно выпустить, это можно куда-то деть. Даже не, ну, ночью мы же не можем обратиться к психотерапевту, да, там, и прийти и решить какую-то свою проблему, да. Это можно сделать как прием самопомощи, когда ты выпускаешь свои чувства, когда ты осознаешь, где у тебя мышечный зажим, через усиление мышечного зажима, да, там, через топание ногами по лестнице, и дальше через расслабление, через дыхание. И вот у меня, кстати, вопрос такой еще, Наиль, к вам. Да. Вот когда человек ложится в эту камеру, ведь человек пришел, принял душ, ложится сразу в камеру, а что с мыслями-то делать? Дело в том, что действительно в процессе сеанса человек проходит несколько стадий. И когда он ложится в камеру, то, конечно, у него мыслительная активность происходит достаточно интенсивно. Но за счет того, что мозг начинает замедлять свои мозговые колебания, за счет того, что не поступает внешняя информация, постепенно количество мыслительных активностей начинает снижаться. И буквально через 5-10 минут от 50 одновременных процессов, которые человек может осознавать, находясь в контакте с собой, остается 2-3. И, как правило, они ценные и интересные, и с ними человеку интересно провзаимодействовать. Но дальше и они тоже уходят на нет. А вы как-то инструктируете людей, которые приходят, там, говорить о том, что там могут мысли появиться? Да, обязательно. Обязательно мы даем общие инструкции. Но дело в том, что здесь важно понимать, что это не опасная какая-то специфическая процедура. Мы с человеком не делаем ничего, скажем, такого радикального. Мы идем от противного. Вот в тренде сейчас мировом, я думаю, что эксперты согласятся, с такой холистической медициной, ориентированной на какие-то экологичные методы. Флотинг, как раз, мне кажется, является, наверное, вершиной этой экологичности. Потому что мы ничего не делаем с человеком, мы повещаем его в наиболее дружелюбную, ресурсную, реабилитационную среду. Мне уже захотелось в камеру отключиться и ничего не делать. А мне захотелось в камеру для того, чтобы проверить, работает ли она с особо впечатлительными женщинами. Потому что я не представляю, лежать час без звуков, без общения, и вот это вот прокручивать у себя в голове, что произошло с тобой за день. Не представляю. Знаете, во-первых, вы не будете прокручивать то, что произошло с вами за день, потому что в состоянии тета-волна это вам будет крайне трудно делать. Вы будете чувствовать себя в таком промежуточном состоянии между бодрствием и сном. Это такое приятное дрейфование где-то на поверхности бодрствования. Кроме того, этот час проходит очень быстро. И здесь важно сказать, что когда мы находимся в среде, в которой нет постоянной интенсивной стимуляции, наши пороги восприятия падают, и мы, наоборот, становимся очень восприимчивыми к своим телесным процессам. Мы можем чувствовать, как расслабляются наши мышцы. Мы можем чувствовать, как, наконец-то, голова может плавать отдельно от тела, быть отдельно от тела, и шея перестает нести опорную функцию. И вот расслабление этих областей, оно тоже оказывает очень большой эффект на расслабление, и в том числе и на способность заснуть. Замечательно. Вероятно, и мышечные какие-то спазмы. Да, скорее всего, мышечные зажимы тоже в этой ситуации. Я совершенно согласен с Татьяной, она привела пример про принцессу на горошине, где даже на перине она чувствовала себя напряженной. Вот во флот-камере, в нулевом фоне, когда человек может абсолютно отпустить себя, как в невесомости, напряжение тела переживается очень остро. И даже если человек чем-то занимается, специально ходит на массажи и так далее, оказавшись в такой среде, он с удивлением обнаруживает, что на самом деле в его теле очень много напряжения. И регулярное прохождение процедуры позволяет научиться быть в расслабленном состоянии. Смотрите, Роман Вячеславович, как раз доехал до флот-камеры, час полежал. А по пробкам еще доехал до дома, и опять стресс получил. Я думаю, надо машину, автомобиль соединить с камерой и ехать. Я, может быть, только хочу сказать, что да, это прекрасно, но все-таки это должно быть некой частью общего процесса нормализации жизни и сна. И мы все-таки, человек должен сам какие-то усилия предпринимать, потому чтобы чего-то достичь. Все-таки не полностью полагаться на докторов, гаджеты. Как дополнение, да, прекрасно считаю, да, но все-таки это не должно быть основой того, что мы человека научим правильно спать. Я совершенно с этим согласен. И более того, действительно, флоутинг сейчас начинает достаточно широко использоваться в сомнологических специфических клиниках, где вот то, о чем вы говорите, работа, связанная с диагностикой, с достаточно вариативным способом лечения, расстройств сна, флоутинг используют как один из инструментов эффективных. Ну, или знаете, я что подумала, что, наверное, если ты поместил себя в эту камеру, да, ты там лежишь, и не просто лежишь, как некое тело, которое там, да... Погруженное в жидкость. Да, погруженное в жидкость. А ты осознаешь, зачем ты там, да, то есть, ну, как бы вот... Запросами. Да, то, о чем Роман говорит. Когда ты осознаешь там и думаешь, что вот сейчас я лег для того, чтобы вечером я себя, ну, лучше чувствовал, чтобы я быстрее заснул, и при этом я буду обращать внимание сейчас на свое дыхание, на свое тело, на блоки, на зажимы, это даст возможность контролировать ситуацию человеку. Да, потому что ты не просто как тело, да, такое непонятное, которое там болтается, а именно как человек, который хочет справиться с этой проблемой. Ну, вот, да, видите, мы возвращаемся к одной и той же постоянной мысли о том, нужно ли нам что-то сделать для того, чтобы расслабиться. И в этом есть определенный парадокс. Да, то есть ничего не делать, это тот навык, который как раз у нас слабо сформирован, и который часто и удерживает нас в состоянии хронического напряжения, и приводит к хронической усталости, и в том числе к расстройствам сна. Поэтому то, что можно вынести во флот в камере, это как раз такое редкое состояние. Во-первых, это право побыть с собой. Это уже очень много, и в этом есть глобальный дефицит современного человека. Во-вторых, это перестать что-либо делать на какое-то время. Когда человек оказывается в такой среде, он вдруг обнаруживает, что он не умеет этого. Самое сложное. И это напрямую связано с контролем. Например, говоря про напряжение в области шеи, почему я считаю, что это очень большое значение, что флотинг позволяет пережить состояние полного расслабления шеи. Шея связана с функцией алертности и контроля. Проводя, например, ту же аналогию с ранним охотником, архаичным и мамонтом, наша шея находится постоянно в напряжении, чтобы видеть изменения в окружающей среде, чтобы оценить опасность, убрать голову, правильно среагировать. Если человек испытывает состояние недоверия к среде, в которой он находится, а в мегаполисе мы все испытываем, как правило, недоверие к этой среде, она слишком сложна, то и расслабить шею мы тоже не можем. И мы видим, что наши пациенты во флот-камере, когда они расслабляют шею, они переживают на эмоциональном уровне такой вот всплеск доверия, let go, освобождение и возможность наконец-то просто полностью отпустить этот контроль. И это тоже ценность. Я имела в виду не про тот контроль, который, когда мы контролируем свое тело и понимаем, где что. Я имела в виду, когда человек осознанно понимает, зачем он туда идет. Не просто для того, чтобы это модно, это красиво, а понимать, что я туда пришел, потому что мне нужно как-то себя в порядок привести. Ну, я думаю, что мы забыли о пациентке. И в этом смысле я хочу сказать, что да, мы когда предлагаем какие-то пути решения, мы еще должны человека научить. Если человек пришел все-таки за помощью, то есть он осознанно хочет сам улучшить сон, то если мы ему дадим должную установку, он ознакомится с литературой, он сам сможет это применять, эффективно, осознанно это делать и существенно улучшить свой сон. Большое спасибо, уважаемые эксперты, за интересные ответы и не менее интересные вопросы. Ну, а прямо через несколько минут к нашему консилиуму присоединится еще один доктор из Израиля. И прямо сейчас к нашему разговору присоединится Владимир Михайлович Кривицкий, заведующий амбулаторным сомнологическим центром Инфослип. Доктор, здравствуйте, спасибо, что вы с нами. Здравствуйте, уважаемый канал Доктор. Скажите, пожалуйста, что в первую очередь вы назначаете таким пациентам с жалобами на бессонницу? Очевидно, что не бывает универсального и первого метода лечения бессонницы. Выяснив причину возникновения бессонницы, мы пытаемся влиять на эту причину. Так, если причина бессонницы – сонное окно, и, безусловно, пробуется СИПАП-терапия. Если синдром беспокойных ног, то фармакологическая терапия. Нету ни первого, ни второго, а есть подходящий метод лечения. Скажите, а как вы относитесь к препаратам с мелатонином? Назначаете своим пациентам? Мелатонин. Надо, безусловно, понимать, что это не унифицированное снотворное. Отнюдь. Эффективность этого препарата только для людей, страдающих серьезными нарушениями циркадного ритма. К примеру, те люди, которые регулярно летают в командировку из Москвы, во Владивосток и обратно, или работающие в сменном графике. Таким пациентам, безусловно, этот препарат очень эффективен. Доктор, скажите, а появились ли новые эффективные методы лечения бессонницы? Большое распространение на Западе получила так называемая когнитивно-поведенческая терапия. Не фармакологическая. Так вот, эта терапия направлена на то, чтобы объяснить человеку, что такое гигиена сна и гигиена спальни. К примеру, в кровати разрешено только спать и, простите, заниматься сексом. Все остальное надо делать не в постели и не в кровати. И такая терапия, которой руководит специалист, даже через 6-8 дней нормальных сеансов и объяснения пациенту, приводит к очень хорошим результатам. Владимир Михайлович, большое спасибо. Благодарю вас за внимание и спокойной вам всем ночи. Пока еще не ночи, слава богу. Ну что ж, Израиль был с нами на связи, только подкрепил все, что мы сказали ранее. Да, когнитивно-поведенческая терапия, Роман Вячеславович. У нас полный международный консенсус. Ну что ж, я думаю, прямо сейчас мы можем пригласить Марию в эту студию для того, чтобы узнать, к какому методу коррекции своего состояния она склоняется. Мария, проходите к нам. Мы вас заждались, рады вас здесь видеть. Не уснули, пока слушали? Практически. Пожалуйста, вот сюда. Рассказывайте, остались ли вопросы и какой метод лечения выбрали? У меня были вопросы по поводу флотинга, но Татьяна Тимофеевна такие вопросы задавала, которые, в принципе, на них я все ответы и получила. Меня, как нашу ведущую, беспокоит вот этот момент закрывания камеры и по поводу мыслей тоже. То есть в течение часа, там, на сороковой минуте ты избавишься от своих мыслей. Позвольте, позвольте, я отвечу тогда на ваши сомнения. Значит, по порядку. Сначала по поводу закрывания. Дело в том, что существует такое распространенное мнение, что люди боятся замкнутых пространств. Некоторые люди боятся замкнутых пространств. И, конечно, за вот десятилетнюю историю популяризации флотинга, которая началась некоторое время назад, мы вдруг обнаружили, что, оказывается, чуть ли не каждый второй москвич как-то соотносит себя с этой проблемой. Поэтому мы смогли ее изучить достаточно глубоко. И я могу вам сказать, что люди боятся не замкнутых пространств. Люди боятся потери контроля в ситуации, которую оценивают как опасную. И здесь, с помощью флоут-камеры или камеры сенсорной депривации, мы можем как раз помочь человеку избавиться от этого страха. Потому что, во-первых, он окажется в среде не то чтобы безопасной, а максимально дружелюбной. Видимо, это нужно попробовать, чтобы понять. Мария, вы выбрали для себя сегодня что-то после того, что услышали? Я выбрала флотинг. Мне очень близок подход Романа Вячеславовича по поводу анализов и исследований. Я обязательно это сделаю. А топать будем вечером в подъезде? Ну, если не бережем щеколотки. Ну, не настолько сильно нужно топать, чтобы не беречь свои щеколотки. Топайте настолько, насколько вы можете это сделать. Настолько, чтобы вам было комфортно. Будем топать и будем гулять перед сном обязательно. Я выбираю флотинг. Это интересно и это мне близко. Ну, о результатах вашего лечения, Мария, мы обязательно узнаем и расскажем нашим зрителям. Я благодарю вас за то, что были сегодня с нами. И благодарю наших экспертов за то, что нашли время и приехали в эту студию. Напоминаю, что с вами была программа «Медицинский квест». Увидимся. Медицинский квест пройден. Но все ли эксперты согласны с выбором главной героини? Вы знаете, я полностью согласен с выбором Марии. Вот более того, я считаю, что кроме нормализации сна, она вынесет для себя очень много позитивного из знакомства с этой инновационной антистрессовой процедурой. Я думаю, что она интуитивно выбрала, наверное, правильную технику, потому что потом, скорее всего, ее ноги отправятся к роману. Потому что действительно, когнитивно-бихиоральная терапия – это как раз тот способ, который позволяет человеку понять, что с ним происходит, и быстро справиться с собственным стрессом. Да, с одной стороны, это, конечно, хорошо. Пришел, лег, расслабился. В то же время я хочу сказать, что это как часть лишения проблемы. Нужно в целом пытаться нормализовать жизнь. Физическая активность, график, ограничение кофеина в течение дня и так далее, и так далее, и так далее. То есть гигиена сна, гигиена спальни, поведенческие методики. И только все в комплексе может дать долгосрочный положительный результат. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!